Музыка Хорошо у меня дела, хорошо. 9 лет уже получается я в Москве. Студенческий этап, когда я учился на режиссера, ради чего и приехал, уже давно прошел. Сейчас я, по сути, занимаюсь тем, чем я хотел заниматься, наверное, лет в 20. И уж точно хотел заниматься, когда я переехал сюда. То есть 24 часа на 7 заниматься только кино. Не какими-то там сумасшедшими рекламными подработками, не какими-то клипами, не фильмами, за которые просто стыдно. Были и такие, когда я учился, соглашался на все, конечно. И с одной стороны, я что-то просто забыл, вытер из памяти. И иногда вспоминаю, такой, господи, я это снимал, я для этих снимал. Но на самом деле пришел в итоге к тому, к чему и хотел. Не молодею я. Мне до сих пор паспорт спрашивают в магазине, хотя у меня 38 лет. Протягиваешь, и там просто люди, кто умеет считать, они такие первые. Вот. Я отвечаю, да, я много пью воды. У меня в 30 лет только началась новая жизнь. Я переехал в Москву в 30 лет, бросив, по сути, все. Осторожно, двери закрываются. Господи, да, в Москве найти коренного москвича очень сложно. Тут все из разных городов, а из Омска так, как тут, на каждом шагу. Была же веселая мысль собираться на станцию метрополи Жаевской. Кто-то даже ее пытался провернуть и встречался там. Если про Омск, опять же, да. Город меня не держал. Меня держала, наверное, вот эта вот лень и иллюзия стабильности. То есть многие, я знаю, мои знакомые не уезжают, потому что, а кто я там? Неважно вообще где. Неважно в Омске ты или в Москве, или в Канаде, или во Франции, в России, или в Америке. Важно, чем ты занимаешься. То есть границы. Вон у меня стоит Джон Леннон, который в песне Imagine говорил, представь, что не будет границ. Да их нету границ. Мы их придумываем. Придумываем, когда в 500-ый раз обсуждаем в Фейсбуке про серый Омск или не серый, болото Омск или не болото. Надо туда уже все уже, кто хотел, уехал, кто не хотел, не уехал. Я езжу сейчас по разным регионам. В каждом городе говорят примерно то же самое. Нужно было снять клип с голыми барышнями Пусси Райт, чтобы научиться не воспринимать критику. Я помню, когда история была с дипломом. Тогда было обидно, потому что ты реально за какие-то копейки вообще... Тогда вот сейчас, как бы я могу себе позволить, тогда было вообще... Мы сняли за 100 тысяч рублей диплом и снимали полгода, когда денег не было вообще. И как-то мы это сняли. И как-то я снял, проснял, по сути, про себя, 13-летнего мальчика, который был влюблен. И как-то это было очень... И тут тебе какое-то говно. Это было как у Хармса, да, в той известной сценке, когда я писатель. А по-моему, ты говно. И все, и падает замертво, без чувств. Я понял, что больше всего комментаторы переживают из-за того, что я, оказывается, не умею писать... Не зная, что имена и фамилии пишутся с большой буквы. В титрах было все с маленькой. А другая половина обсуждала, шлюха или не шлюха, главное, героини. Ну, и все очень просто. Миллион просмотров, а комментариев там, условно говоря, 600. Из них там 500 гневные. И все, и статистика разрушила все обиды. Я уверен, что будет куча людей, которые будут фыркать и говорить, что Гудс опять, куда я фигню снял. Вот, ну, окей, ладно. Это как это? Как тебе твои партнеры и режиссер Борис Гудс? Достаточно велик? Сексуальный. Часто спрашивают, а чем же занимается режиссер? На самом деле режиссер, наверное, где-то месяц, даже меньше, в моем случае, еще меньше снимает. А, соответственно, там, две недели, а остальные, сколько там получается, 350 дней в году, он думает, как это снять. Ну, и многие мои коллеги ищут 350 дней и ищут деньги на то, чтобы снять. Но из-за того, что я оказался самым хитрым и снимаю теперь на сотовый телефон, то мне нужно искать деньги. И, соответственно, я могу снимать, наверное, каждый день. И на самом деле каждый день я снимаю, потому что, ну, как вот проходит день, да? То есть с утра встал, попил кофе, поехал куда-то навстречу. Параллельно увидел какую-нибудь смешную занятную девочку или бабушку, которая говорит сама с собой в метро, или просто влюбленный, который целуется на эскалаторе. Достал телефон, снял. Услышал, как в парке на лавочке кто-то смешно разговаривает. Подсел рядом, послушал, записал. Все это пригодится в кино. С недавних пор у меня есть студенты. В Челябинске, например, в Казани. Сейчас тут будет в Карелии. С ними дистанционно работаю. Утверждают сценарии, они мне присылают пробы актеров. То есть, по сути, это такое педагогическое, но я даже сказал, больше продюсерское. Продюсерская история и лаборатория мобильного кино, которую мы открыли с моим партнером Максимом Устелем, рекламщиком профессиональным, а с недавних пор идеологом этого мобильного движения, мобильного кино. Мы открыли лабораторию мобильного кино. Пять раз уже сказал это слово. Надо всегда вставать на сторону добра, даже если это скучно и никакого секса. Да, тоже вариант. Совершенно другая история. Выбери, пожалуйста, что-нибудь одно. Пока вы думаете, я предлагаю вести дежурного по классу. Целью ее не то, что мы там учим. Мы просто действительно, как продюсеры, ищем истории, крокометражные фильмы, веб-сериалы, еще все что угодно, для того, чтобы, не знаю, там, снять это на телефон, ну, а потом либо продать куда-то, либо на фестивале, помочь ребятам попасть. Вот, так что с недавних пор я теперь ищу и продюсер, как бы это страшно не звучало. Вот 10 минут тебе надо решить, почему тебе надо выбрать «Дьявола или Бога». У Достоевского целый роман накатан на эту тему. А Раскольников там сколько лет прожил на каторге, понимая это. А у тебя 10 минут. Первое правило для режиссера – это всегда знать, что снимать. Ни в коем случае нельзя показывать команде, что ты не знаешь, куда плыть. Все, это вот чуть-чуть, там не то, что показывать. Я раза два в своей жизни испытал это где-то на пару секунд. Когда тебя спрашивают, что дальше, или видят, что что-то не получается, ну, как? И тебе оператор, или кто-то из этих гадов задаст вопрос. И ты на три секунды задумаешься. И в этот момент уже слышишь, где-то на четвертую секунду, как где-то фантик зашуршал. Кто-то пошел, звукорежиссер пошел звонить. Актер уже показывает актрисе фотографии, там, не знаю, со своей какой-то там, своего дня рождения. Актриса уже звонит, все, народ расходится, кино, и потом это собрать невозможно. И это только физически. А понимаешь, какая катастрофа может быть, когда они в кулуарах начнут ловить? Да вообще ничего, 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 ничего. Это надо моментально принимать решение. Поэтому никаких мук творчества. Единственное, что, как говорят мэтры, да, ставь рельсы. То есть, так, ребят, перестановка. Ты. Что ты? Просто ты. Кто это? Такси. Или Таня, бывшая твоя! За каждое слово в фильме готов ответить, потому что я эти слова слышал, и этих героев знаю. Я не могу снимать, я не буду снимать кино про войну, потому что я не знаю, что такое война. А вот что испытывает человек, когда его жена изменяет, или муж ходит налево, или что испытывает человек, когда любит, но ненавидит одновременно другого человека. Вот это я как бы знаю очень хорошо, и как бы таким образом я пытался передавать это в сфере своих героев. Кто-то шутил, что арбузные корки – это ходят, ходят, говорят, говорят, ходят, ходят, говорят, потрахались, ходят, ходят, говорят, говорят. Вот так вот. Это все какие-то буря гуцы. А в фаготе так еще меньше. В фаготе сидят, 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 говорят, 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 секс, говорят, 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 говорят. То есть даже не ходят уже, там на машине ездят. Вот. В новом фильме меньше будет телесного, сразу скажу. Новый фильм, он про смерть, потому что несколько лет назад я пережил это незабываемое чувство умирания. Меня спасли, слава богу. Но, конечно, более 2012 и более 2018, точнее 2019 уже, это, конечно, два разных человека. Не знаю, связано это ли с тем, что мне перелили всю кровь и плазму в реанимации несколько раз. И, наверное, я до сих пор чувствую, что во мне кровь какого-то другого человека. Но, конечно, меняешься. Конечно, меняешься, потому что ты понимаешь, насколько жизнь, ну, вот раз и нет. Но я не опустил руки, наоборот. Я же, когда вышел из реанимации, я первое, что начал делать, я на второй день в больнице сделал селфи, а на третий уже сидел, писал сценарий. Вот. А через полгода снял «Арбузные корки». И был уверен, что это будет, наверное, последним фильмом. Потому что мне немного дали лет, но я до сих пор жив. И вот, собственно говоря, снял уже тренинг фильма. И останавливаться не собираюсь. Бекбедер Фредерик, такой есть писатель, он как-то сказал, что любить – это говорить любимому, что ты не умрешь. Вот это, наверное, было бы, если бы был бы слоган на афише, может, так и будет, то это как бы вот про штукино. И место отправления на тот свет будут объявлены заранее. Еще только чуть-чуть. А мне не смеяться, да? Через лицо, да? Ну, ты понимаешь, как вот сейчас была. Сдерживай смерть. «Смертным к лицу» – это история молодой пары, которая попадает в очень тяжелые обстоятельства, но выходит из них с юмором. Возвращаясь к вопросу, как я изменился, то да, вот, наверное, в новом фильме мне, наконец, кажется, получилось написать героев, которые любят друг друга. Потому что первые два фильма у меня они тихо все друг друга ненавидели. Вот, то есть я, как бы, опять же, наверное, через эту теплоту и любовь, наверное, сам меняюсь. Потому что… А что значит еще быть режиссером? Это же, по сути, работа постоянная над своими человеческими качествами. Потому что если ты снимаешь не про роботов, то тебе все равно надо немножко понимать, как люди вообще существуют, как они любят, как они ненавидят. И чтобы это понимать, тебе нужно как-то самому это уметь чувствовать. Ну, не может быть режиссер бесчувственным сухарем. Но все равно как-то у него должна быть какая-то зашкаливающая сила эмпатии. И, наверное, вот то, что у меня эти толбанные персонажи, наконец-то, научились, блин, любить, наверное, это вот какая-то работа над собой была проделана. 209-75. Ну, давай, пап, все. Давай, пока. У меня сын прекрасный, он всегда спрашивает, ну, он знает, что я что-то снимаю и так далее, кино. Мне особо этим не интересуется. Ну, 9 лет зачем этим интересоваться. Ну, название он знает, он, и, мне кажется, сразу же забывает, хотя, вот, но я вот жду, когда он, он, слава богу, пока не спрашивает, типа, дай посмотреть. Вот, я думаю, через пару лет спросит, и вот мне тогда надо будет как-то ответить. Вот, но я, я считаю, что в 13 лет он может смотреть. Если ему интересно, если ему это будет неинтересно, он ничего не поймет, там, он просто выключит. И все, зачем? Ну, а если включит фагот, то, ну, хоть увидит, наконец-то, как выйдет красивая женская грудь, мальчику в 13 лет, это очень важно. Поэтому, нет, не переживаю. Придет время. Надеюсь, к тому времени, когда он заинтересуется авторским российским кинематографом, я сниму что-то получше, чем то, что я снял сейчас. Да, я искренне боюсь хотя бы даже на секунду подумать о том, чтобы, так, надо сделать перерыв. Что-то как-то я давно не высыпался. Что-то как-то я устал. Ты от меня, что ли, устал? Что-то как-то у меня 6 идей сейчас в голове на новый фильм. Как-то многовато. Нет, давайте так. Дорогая вселенная, можно еще 6? Пусть у меня будет 12 или 112. Я как-нибудь вытерплю. Я лучше буду меньше спать и меньше есть. Ну, по крайней мере, как-то вот будет какой-то контакт. Не знаю, там, с чем там это. Господи, с вселенной, прости, господи, за этот пафос. Но какой-то будет контакт. Ведь если что-то получается, наверное, нельзя это просто так отказываться. Вот. Успеется еще. Каждый режиссер рано или поздно уходит в маразм. И в 50 или 60 лет, как нам показывает практика, и не только в России, режиссер уходит в маразм и снимает всякое не очень хорошее, вменяемое кино. И так что мне есть еще пару десятков лет, наверное, если доживу, и вот до маразма. И поэтому надо как-то поспешить немножечко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!